Основная тенденция развития средств массовой информации в мире – движение к информационному обществу, что подразумевает равную заинтересованность в происходящих событиях представителей всех слоев общества. Научно доказано, что человек без постоянного получения новой, самой свежей и правдивой информации долго существовать не может. Для того, чтобы жители некрупных городов региона имели прямой доступ к знаниям о современных общемировых тенденциях, а не закисали в будничной суете, Департамент информационной политики администрации губернатора Свердловской области организует различные пресс-туры. В рамках одного из таких выездов, посвященного третьему международному джазовому фестивалю «Урал-Терра-Джаз», съемочная группа телерадиокомпании «Альтекс-Медиа» посетила город Камышлов. Сегодня происходит третий международный джазовый фестиваль, который называется «Урал-Терра-Джаз». Проходит в моем родном городе Камышлове, чему я безмерно рад. И мы сумели переформатировать день города из простого такого, ну скажем так, банального праздника с выступлениями артистов, превратить в единственный в нашей области летний джазовый open-air, который проходит не в большом городе, а в маленьком, уютном городе Камышлове. Сегодня день города Камышлова, уже по традиции у нас проходит джазовый фестиваль «Урал-Терра-Джаз». Он международный, проходит третий год подряд. Фестиваль «Урал-Терра-Джаз» еще совсем молод. Его история началась всего три года назад. Тогда на площадке Камышловского стадиона впервые прошел единственный на Урале джазовый open-air. Я хотел сказать, что сегодня наш фестиваль «Урал-Терра-Джаз» урал достаточно очень серьезная дорога. В третий год, на этот период, мы編 пов expired «Урал-Терра-Джаз» и у copper-what under-air. Мы надеемся, что видео про правильное управление и надеемся, что, на самом деле, здесь будет 2-3-3-9. И что, в день, с 20-го вечера, вся наша главная работа, исторически нормальная торговая, будет заполнена полностью всеми теми людьми, которые делают шансы и подками, и всегда будут рады приехать к нам. Поэтому мы очень рады, что у нас каждый год и в плане зрителей, в плане тех людей, кто приезжает и отмечает. И надеемся, что наши СМИ, наши области и наши столы приезжайте на нас. Уникальность празднования Дня города в Камышлове обусловлена наличием сразу нескольких действующих площадок, где любой сможет найти занятия по душе. Фестиваль джазовый. Впечатление, конечно, это хорошее. Хорошая музыка, хорошее настроение. Много людей. Фестиваль растет, это хорошо. Программу пресс-тура мы попытались составить таким образом, чтобы была возможность у журналистов, предакторов и извест, причастных к СМИ и телекомпании именно посетить самые интересные моменты сегодняшних мероприятий. то есть праздничное открытие. Праздничное открытие выставки Праздник подобных масштабов не может не привлекать любителей музыки из других городов не только Свердловской области, но и всей России. В эти жаркие дни августа Камышлов ежегодно посещает настолько большое количество гостей, что впору говорить о развитии событийного туризма. Я постепенно постепенно перестраиваю, расширяю сортимент, готовлюсь отправлять свои магазины. И я думаю, что это следующий год абсолютно будет. Этот праздник джазовой музыки и солнечного настроения не стал бы столь успешным и популярным без грамотного освещения мероприятия в региональных средствах массовой информации. Проведение пресс-тура в рамках самого «Урал-Тэра-Джаза» гарантирует фестивалю серьезную информационную поддержку. День города, он проходит, естественно, ежегодно. Это для нас праздник, для всех горожан. Это возможность увидеть свой город чуть-чуть с другой стороны, увидеть, какой он красивый, старинный, купеческий. Выразить свою любовь тем, что, например, принять участие в земляничном джеме, который у нас проводится уже второй год подряд. Поучаствовать в развлекательных мероприятиях. У нас город провинциальный, такое количество развлечений получается не каждый выходной в нашем городе. Поэтому у людей есть возможность дружными компаниями, вместе с семьей организовать семейный отдых, выйти, пообщаться, погулять, как-то развлечься. Вы знаете, мне безумно нравится на самом деле, потому что подобные мероприятия, они создают незабываемый такой колорит отдельных районов. Вот у Камышлова есть свой джаз-фестиваль, у Арти есть свой фестиваль косарей, у Нижнего Тагилы, дай бог, появится фестиваль кузнецов и так далее. Подобные вещи, они создают очень хорошую, ну, во-первых, инвестиционную привлекательность для определенных районов, ну, а во-вторых, просто дают возможность людям отдыхать. У нас в Великом Нижнем сейчас достаточно много негативной информации. И подобные праздники, они, конечно, создают хорошее настроение, они дают возможность в это нелегкое время, ну, как-то находить себя, не терять, в общем, бодрость духа, что мы здесь, в общем-то, и видим. И почти 5000 человек, которые пришли в Камышлов и приехали из других городов, и он стал международным, это уже большое достижение. Дай бог другим регионам также тянуться и подтягиваться в том числе районам, которые еще не настолько промышленно развиты, у которых, может быть, сегодня не лучшим образом обстоят дела. Но сегодня вот наступает время, когда необходимо снова вспомнить такое забытое понятие, как кооперация, партнерство. Сегодня, чем больше мы вступаем в подобные связи, тем больше будет эффект. И я думаю, что это придет и будет находить отклик в душах и в сердцах, ну, и, наверное, в реальных делах у многих-многих свердловчан. Как отметил начальник управления по печати и массовым коммуникациям Департамента информационной политики губернатора Свердловской области Дмитрий Витошкин, заинтересованность в подобных пресс-турах со стороны представителей региональных СМИ растет день ото дня. Мы уже второй год здесь в таком количестве. Первый был немножко поменьше, но это была премьера. Нас сюда очень долго зазывали. Мы в том году согласились и не пожалели. В этом году ажиотаж на этот пресс-тур был более повышенным. Соответственно, в этот раз приехало больше людей. Я думаю, следующий пресс-тур будет еще более массовый. Это новые встречи. Это встречи с коллегами. Конечно, идет и профессиональный разговор, обмен опытом. Это тоже очень интересно. И мы видим новые территории, новых людей, новые газеты, которые тоже мы профессионально оцениваем своей точки зрения. Это все интересно. Сегодня для меня это рабочий день, так как я представитель средств массовой информации. Проводится у нас второй пресс-тур. Поэтому для себя я, конечно, жду каких-то приятных откликов от наших коллег со всей области. Жду чего-то нового от наших организаторов, которые, конечно, готовились к дню города на протяжении практически всего лета. Потому что в нашем городе развивается такое направление, как событийный туризм. Поэтому требуется, конечно, очень много сил и затрат, как человеческих, так и финансовых, чтобы порадовать гостей нашего города и со всей области, и других регионов. Это требует большой организации, естественно. Участие в различного рода пресс-турах журналистам попросту необходимо, ведь они дают прекрасную возможность получать уникальную, эксклюзивную информацию, что называется, из первых рук. Редакция газеты «Камышловский звезды» совместного департамента информационного инфраструктуры организовывает пресс-тур в этот день. И мы, конечно же, очень рады видеть всех гостей нашей территории, потому что действительно событий и туризм на городе Камышлове, на нашей территории. И такие мероприятия являются визитной карточкой сейчас Камышлова. Это, как в своем роде, такие эксклюзивные мероприятия. И мы очень рады, что люди отвлекаются и с удовольствием приезжают на фестиваль. Сегодня к себе приехало очень много. Фестиваль джазовой музыки в совокупности с кулинарной ярмаркой «Земляничный джем» изменили город Камышлов до неузнаваемости. Теперь это столица вечно яркого солнца и громкого, задорного джаза. Этот праздник призван не просто развлечь самих камышловцев, но и укрепить экономику города, привлечь дополнительные инвестиции и поднять уровень жизни горожан. Мероприятие подобного уровня – вот чего не хватает Артемовскому для того, чтобы громко и смело заявить о себе и показать лучшие стороны артемовцев. Вездесущие несанкционированные мусорные свалки и плохие дороги – да, все это есть в нашем городе. Но не стоит ставить на Артемовском мусорное клеймо, артемовцам есть чем гордиться. В нашем районе расположен единственный в области сборный армейский пункт и целая плеяда крупных промышленных предприятий. К великому несчастью есть регионы, у которых, скажем так, уровень депрессивного состояния, он достаточно высокий. Но как раз и есть смысл сейчас задуматься о том, как развернуть все в обратную сторону, как превратить Артемовский не в город коммунальной трагедии, а в город, не знаю, коммунального рая, например. Может быть, появится какая-то отдельная программа, которая будет как раз эту тему развивать, раскачивать, в которую будут вложены деньги. Понимаете, вот есть же такое понятие, мы те, кем мы себя на самом деле представляем. Вполне вероятно, что некий пессимизм, который есть у жителей Артемовского, он как раз присутствует по причине того, что они сами поверили, что все не очень хорошо. Но я вот оптимист в душе, поэтому, что бы ни происходило в мире, мне кажется, что жизнь продолжает. Солнце светит, зашибись. Дождь спалил, так еще прекраснее. Там возможности появляется много новых. Задача простая. При всем негативе, который появляется, видеть все-таки положительные моменты. И стараться их именно впитывать в себя, потреблять как можно больше. Тогда будет вполне такое нормально развитое общество, каким в принципе оно и было. То есть пожелание простое, увидите побольше позитива, и этот позитив будет ваш в итоге. И все же самое главное – это люди. Сами артемовцы талантливые и многогранные, умеющие проводить время весело, использовать для себя и окружающих. Ученики Артемовской детской художественной и музыкальной школ проставляют свою малую родину далеко за пределами региона. Город Артемовский знаю. Знаю, что город Артемовский, а не Артемовск. Город интересный. Тоже, в первую очередь, конечно, люди это. Потом своя архитектура, своя история. Это все интересно. Для того, чтобы создать тот же грандиозный фестиваль, как Урал-Тайраджас, и воскресить экономику города, его жителям не стоит надеяться только на представителей местных органов власти. Артемовцы, если вы неравнодушны к судьбе своей малой родины, возьмите инициативу в свои руки. Может быть, в Артемовском, раз уж так все плохо с ЖКХ, как вы считаете, может быть, не знаю, фестиваль лучшего мусороуборщика, завод или полигон по переработке мусора, что там еще, ну, можно разные способы утилизации, устраивать конкурс, не знаю, самый чистый район. Все зависит от вас, что придумаете, то и будет. Чем больше таких фишек будет появляться, ну, я еще раз говорю, тем будет интереснее жить в Свердловской области. Она не самая последняя на карте России. Так что здесь есть определенные перспективы. Ну, и мы своеобразные люди. Мы не довольствуемся малым. Нам надо сразу много, и чтобы было очень хорошо. Вот давайте этого хорошего добиваться, и это получится. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...